Антон Александрович, как Вы считаете, насколько существенным будет пополнение бюджета за счет акцизов на сахаросодержащие напитки? Первое, что надо обратить внимание, акциз, который был введен Российской Федерации на сахаросодержащую продукцию, или по-другому налог на газировку, так его уже крестили в народе, это все-таки доход федерального бюджета. То есть краевой бюджет или муниципальный бюджет на этом этапе пока никаких отчислений производиться не будет. То есть это вопрос пополнения как раз доходной части федерального бюджета. Деньги, которые будут аккумулироваться там, они будут идти на выполнение программы, как раз связанной с преодолением последствий заболеваний у людей, как раз связанной с сахарным диабетом. То есть ответная мера на использование сахара в этой продукции. То есть получается, что наш бюджет каких-то дополнительных средств? На этом этапе нет, но поскольку бюджетная система взаимосвязана, безусловно, если у федерального центра дополнительные, соответственно, поступления будут нарастать по этому виду налога, то будет некая такая надежда, что освободившиеся ресурсы у федерации, возможно, будут в большем объеме транслироваться ниже по бюджетной системе. Но, конечно, здесь никаких решений нет. Это только можно ожидать на уровне уже распределения дотаций, субсидий и субвенций. На фоне проведения специальной военной операции, экономических проблем, как вы считаете, в ближайшее время регионам стоит все-таки больше рассчитывать на себя, чем на помощь от федерации? Вообще ставка-то, она в принципе в федеративном государстве на большую самостоятельность, в том числе финансовую регионов. Так складывается, что львиная доля региона, к сожалению, не могут самостоятельно финансово обеспечивать свои публичные обязательства. Поэтому в этой модели, конечно, мы всегда надеемся на поддержку в виде безвозмездных поступлений. Но вот эти два последних года, предыдущие и текущие, в общем-то показывают, что если мы про Алтайский край говорим, экономический рост позволяет, ну, как минимум, 50% собственных доходов формировать в бюджете. И эта доля потихоньку, она у нас росла. Вы знаете, что когда-то у нас было около 30 всего собственных доходов в и консолидированном бюджете, в том числе, и краевом. А сейчас эта доля уже достигает чуть более половины. Кстати, в прошлом году Минфин России определил, что Алтайский край попал в категорию регионов с устойчивостью экономики, с устойчивостью бюджетной системы. И он в меньшей степени нуждается в траншах федеральных за счет вот этого постепенного роста. Ну, пока мы не наблюдаем какой-то серьезной, как раз вот, обрушающую экономику региона, да, как бы, системы санкций. Конечно, мы в прошлом году все выдержали шок, увидели, как экономика и бизнес адаптировались. Правительство вовремя принимало нужные финансово-кредитные решения, стабилизировало, прежде всего, финансовую систему. Ну, и, в общем-то, пока угроз вот текущий этот год мы не наблюдаем. Но мы все предполагаем, что санкции ведь они длительного эффекта. В свое время Иран так их проходил, не сразу он ощущал действия этих санкций. Мы тоже, видимо, почувствуем, они влиять, безусловно, будут. Не хотелось бы, чтобы это влияние было таким кардинальным, особенно по социальным расходам, потому что чаще всего ведь на них потом падает первое, как бы, внимание по сокращению. Но на текущий момент я не вижу поводов переживать. Конечно, нам бы краю хотелось больше поступлений, в том числе и с федерального бюджета, и роста собственной экономики. Но пока не сказать, что при этом мы испытываем какие-то шоковые, критические процессы и в региональном бюджете, и в экономике. Как вы уже сказали, одна из причин, по которой вводится акциз на сахаросодержащие напитки, это борьба с диабетом. Но ведь вероятно, что когда цены на эти напитки поднимутся из-за акцизов, люди будут меньше напитки покупать. Будет ли каким-то образом все-таки пополняться бюджет за счет этих акцизов? В любом случае поступления будут. Естественно, бизнес тоже будет реагировать. Ведь же есть два пути. Правильно вы сказали. Если по требованиям продукции будет попадать в сахаросодержащую, это не всякое, там определенная доля определяется, то, соответственно, мы что можем ждать? Либо роста цены, совершенно верно, это будет отталкивать людей от покупки, с одной стороны. С другой стороны, бизнес может сориентироваться и уменьшать долю сахара в самой продукции. Вопрос, насколько тогда качество продукта будет обеспечиваться по параметрам, которые мы определяем как сахаросодержащую продукцию. В принципе, то и другое неплохо. Самое главное, что мы же понимаем, что имеет место быть определенный вред здоровью, и это форма некой компенсации. Хотя бы таким способом. То есть можно таким косвенным налогом... На самом деле, совершенно правильно вы сказали, платить-то за это будет потребитель, в общем-то. В акцизной системе так. Это также касается и продуктов переработки, соответственно, которые мы потом приобретаем в виде бензина или дизельного топлива, тоже там акциз сидит. Это же ведь, в общем-то, наши расходы, прежде всего. Но в этом случае я понимаю, что логика федерального правительства попытаться сдержать потребление этой продукции. Одним способом не допустить покупку, ну а вторым вырученные средства направлять на борьбу как раз с сахарным диабетом. Ну, посмотрим, как рынок среагирует. Мне кажется, судя по тому, что я слышал от экспертов и от представителей компаний, которые занимаются выпуском, они, скорее всего, будут регулировать содержание сахара, сохраняя примерную цену, чтобы с рынка не уйти и сохранить потребителя. То есть это вот адаптивность. Ну, в конечном итоге потребитель выигрывает. Так это тоже плюс, естественно. Конечно. То есть, правда, бюджет может недополучить того, что хотел. Ну, зато мы увидим другое, как бы сокращение продукции, которое в действительности влияет на состояние здоровья человека. И еще раз вернемся к консолидированному бюджету Алтайского края. Вот как за последние годы изменились графы пополнения бюджета? Какой источник пополнения стал, можно сказать, большим? И что этому могло способствовать? Рост, он как бы стабильный. Мы наблюдаем, что по налогу на доходы физических лиц, кстати, по акцизам, мы видим прирост. Немного приросли по штрафным санкциям, зачисляемым тоже, бюджеты, связанные как раз с соблюдением правил дорожного движения, в том числе. Это имеет место быть. Но главное, что радует, в общем-то, похоже, что с учетом даже пандемии наблюдается экономический рост. Во многом, да, он предопределен решениями по заработной плате, включая решения по бюджетному сектору. По промышленности зарплата уже перескочила отметку 50 тысяч рублей. В энергетике еще даже больше, если посмотреть по объемам, которые сегодня выплачиваются как раз в пользу физических лиц. В том году был крен несколько, вот как раз в сторону налога на доходы физических лиц и акцизов, и меньше был ожидаемый результат по налогу на прибыль. Но это объяснимо. Банки выплачивали большие дивиденды по концу года. Помните депозиты, которые люди сначала забрали деньги, вернули. Естественно, банки вынуждены были потом пересматривать объем налоговых отчислений. Но мы вышли на 97% от плана по налогу на прибыль. В этом году, в общем-то, видим положительную динамику сегодня. Ситуация более стабильная. Я думаю, что налог на прибыль тоже будет перерастать. Данные налоговые показывают. У нас были сложности с введением единого налогового счета. Некая такая неопределенность в автоматизации этих процессов. Но сейчас, вот к середине года, наблюдаем, как бы мы ожидали это. Но как минимум рост на даже более чем инфляцию по доходной части бюджета. Есть четкое представление, что в этом году мы преодолеем 200 миллиардов рублей консолидированного бюджета. При примерно триллионе, триллион ожидаемый регионального внутреннего продукта. То есть почти четверть из плавного продукта изымается, к краям только. И транслируется на соответствующие публичные и иные обязательства. В общем-то, динамика положительна. Конечно, этого не достает. Нам бы хотелось рывка, причем очень мощного. Но есть определенные сдерживающие обстоятельства. Мы, честно говоря, в том году ожидали, в общем-то, падения экономической активности. В том числе и бюджетных поступлений. Но выдержали и есть повод для оптимизма.